Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на «Импакте». Это программа «Влияние», кстати. Юра, приветствую. Юра Аскеров. Будь благословен. Будьте благословенны, дорогие друзья. Мы продолжим нашу предыдущую тему. А если вы не смотрели, посмотрите, выйдите, у вас есть возможность выйти на YouTube. «Импакт он веб», «Импакт он веб». Это вместе. В поисковике вы найдете наш канал на YouTube и посмотрите, имеете возможность просмотреть все наши программы предыдущие. Не только с Юрой Аскеровым, но все программы практически проведенные мною, программы «Влияние» в архиве на YouTube. Поэтому, Юра, как настроение сегодня? Ну, как всегда, боевое. Боевое. Есть с кем воевать и чем воевать? Ну, воевать всегда есть с кем. Но если у нас нет физически с кем воевать, у нас есть душевная борьба, у нас есть духовная борьба. То есть война идет. И в этой войне мы учимся. Мы учимся, я повторяю еще раз, мы учимся. И Бог нам дает прекрасные уроки. Чему? Потому что каждый раз, каждый раз, когда у меня начинается проблема, ну, у меня начинается испытание. И мне люди говорят, Юра, а зачем испытание? Неужели Бог не знает твою внутренность? Зачем ему вводить тебя снова в то понятие, чтобы ты снова где-то что-то переживал, с чем-то боролся? И вы знаете, друзья, есть интересный ответ. Это нужно не для Бога, это нужно для нас. Почему? Бог хочет показать нам, кто есть мы. Кто есть мы на самом деле без духовной косметики, без этого грима, без нашего лицемерия. Ну, когда мы хочем показаться, то есть сделать хорошую такую игру артиста. А Бог хочет, чтобы мы посмотрели на себя. Посмотрели, как говорится, на себя, как в зеркало. И увидели, кто мы на самом деле. И тогда мы просим, Господи, прости, Господи, помоги, Господи, вразуми, Господи, научи, Господи, помоги, чтобы этого не было. То есть идет испытание для того, чтобы мы увидели себя и для того, чтобы мы попросили помощь у Всевышнего. Юра, еще одна причина есть. Причина для испытания. Господь заинтересован в том, чтобы мы преображались в Его образ. Если мы не проходим процесс испытания, процесс приготовления, то каким образом и коим образом мы можем быть подобны Ему, дабы быть подобным Ему. Поэтому это все в совокупности то, о чем ты сказал, и то, что я добавил, оно служит ко благу нашему. Я понимаю, Юр, и оно служит еще для одной очень хорошей цели. Почему? Потому что, когда человек в нормальном состоянии, когда у него, возможно, финансовое положение хорошее, когда у него, возможно, извините, везде много друзей, и когда он идет так, задравши голову и поднявши свой нос, он не видит никого. Он не видит никого, потому что ему хорошо. И ему кажется, ему кажется, что у других тоже должно быть хорошо. Но почему они, почему они плачут, почему они страдают, почему они кричат, почему они идут с опущенной головой? Ну, извини, никто не знает, знает только человек, который идет в таком положении. И тогда, когда Бог дает нам испытания, Он проводит нас немножечко долиной уничижения, долиной, ну, как по-разному ее называют, и там мы опускаем свою голову, и там, о, Боже, откровение! Да такие же самые люди, как я! И такие же самые проблемы! И у них, извини, слезы бегут! И они о чем-то просят Всевышнего! Всевышний сделал это для нас. Почему? Для того, чтобы я вышел из этой долины, и уже не поднимая нос, а идя, увидел людей, и увидел ихние проблемы, увидел ихние боли, и при возможности помочь этим людям. Почему? Потому что Церковь и основана на этом. Помогают друг другу. И Писание говорит, мы утешаем других тем утешением, который Бог утешил нас. Но, Юра, ты знаешь, есть одна очень неприятная вещь нашего времени сегодня. Вот эти Божьи истины, они упускаются. О них не говорят. Верующим говорят, слушай, ты не должен этого никому говорить, ты будешь плохим верующим. И пример. Я не знаю, может, я когда-то его рассказывал, может, нет. У моей жены, ну, получается, в селе много родственников, и был около нас четырехюродный брат ее. И к нему приехала сестра. Все говорили, сестра одержимая. Все говорили, от нее верующие, как пули улетали. И вот, когда мне сказали, я говорю, Люба, пойдем зайдем, хочется поговорить. Что это такое? Мы знаем власть во Христе, мы знаем, что Бог дал нам это, мы еще попросили умолить, чтобы Бог, и мы пошли. Мы начали говорить, и мы увидели, что человек обманутый. Юра, человек обманутый. А почему обманутый? Потому что снова у него из-под ног выбили библейское основание. Почему? Лидер группы подошел, когда она впервые это увидела, она ему рассказала, он говорит, никому не говори, потому что о тебе будут думать, что ты плохая верующая. Писание нам наоборот говорит, такие вещи выноси на свет. Почему? Потому что, когда тебе трудно, люди, которые рядом с тобой, они станут, как говорится, в проломе за тебя. Они будут молиться за тебя. Это только те, которые рядом. Да. Это ты в идеале говоришь. Это идеально должно быть так. Я понимаю, Юра. А те, которые рядом, это все, это, я отхожу от темы, но я в тему. Это рядом, это те, это самые близкие, родные, в твоей семье. И есть еще небольшой, я подчеркну, небольшой круг твоих сотоварищей, содрузей, в церкви, которые могут тебе помочь, посодействовать, поучаствовать, посожалеть, и все, что с этим связано, поддержать и помолиться о тебе. все остальное, это даже не подруги жениха, там, друзья жениха, даже не подруги жениха. Это так, внешне. Я понимаю, Юр. Продолжаем тему. Дело в том, что как раз, когда вот такие случаи попадаются, в наши церкви на Западной Украине, ну, была и цепочная молитва, были люди, которые молятся, мы звонили, то есть, и шло объединение, это одно, когда молитва, она защищает человека, и люди стоят в пролом. Но вопрос номер два, вбить обратно библейское основание, то, с которого человека выкинули, просто-напросто, жестоко, нагло выбросили люди, которые не хотели думать, люди, которые не хотели бороться с проблемами. И вот мы сидели и долго говорили с ней, спокойный человек, не кидается, ничего. И мы начали говорить на основании Писания. И когда мы уезжали, мы попросили ее, найди, пожалуйста, тех людей, которые могут тебе объяснить по слову, и чтоб ты поняла, что ты неодержимая, ты просто обманутая, чтоб ты ушла из этого состояния обмана. И вот, Юра, сегодня, что мы имеем дело в мире, когда мы говорим, что фундамент выбит у нас сегодня, и что делает праведник, когда разрушены все основания, нам надо сегодня говорить за то, чтобы это основание вернулось в жизнь человека, вернулось неиспорченным. Вот смотри, два хлеба. Я не знаю, мне друг с Житомира, то есть с Ужерода, пастор мессианской общины, Федор позвонил и сказал, знаешь, Юра, есть пример, хлеб. Хлеб это хорошо? Он хорош для организма, когда он испеченный, когда он свежий. Но с другой стороны тот же самый хлеб полежит недельки, две, три, и он покроется плесенью. Это хорошо или нет? Это уже яд. Тот же самый хлеб, когда уже появились примеси, это яд. Почему сегодня? Я говорю, что Божье Слово должно проповедоваться в церквях. Не церковные анекдоты, не церковные предания, не то, что некоторые проповедники стараются связать десять мест в одно для того, чтобы что-то получилось, ну, знаешь, как винегрет, но тоже сладко. Но Писание должно проповедоваться как Писание. И Иисус пришел, ничего не отменяя, но Он сделал одно. Он старался вернуть людей к Писанию. Почему? Это наш фундамент. Дом может быть, Юра, красивый, прекрасный, могут быть золотые стены, могут быть бриллиантовый потолок, но фундамента не будет. Дождик пошел, водичка промыла, и домик упал и развалился. С бриллиантами. Да, даже с бриллиантами. Или я его еще называю воздушный замок. Он вроде в воздухе, он красивый, он прекрасный, люди смотрят, господи, какая красота. Но этот воздушный домик понемножку, понемножку опускается на землю и разбивается в пух и прах. Если наша вера не установлена на Священном Писании, извини, в жизни будут трагедии, в жизни будут проблемы. Помнишь, мы с тобой затронули тему за американскую школу? 1961 год Кеннеди убирает детскую молитву. Результат на следующий год в 10 тысяч раз увеличена преступность. Люди, у которых, извини за выражение, ну, немножко в голове уже не умещается в Священное Писание, но умещается в что-то другое. Мы видим преступники, мы видим даже люди, которые ходили в церкви. Юра, для меня это кошмар, когда я слышу, что именно эти люди совершают страшные преступления. Почему? Убрано основание. Убрано основание. И сегодня, какое Писание нам предлагает, Юр? Я не знаю, друзья, вы меня извините, я буду говорить прямо. Нам сказали, Ветхого Завета нету для нас, для верующих. Как? Если убрать пять книг Моисея вообще с Библии, любого верующего, дайте мне, два вопроса, и ихняя вера будет размита. Почему? Фундамента нету. Нету фундамента. Иисус сказал, Иисус, что Моисей был соработник в Доме Божьем. Соработник. То есть, Бог через Моисея дал откровение. Я нигде не нахожу Юра того, чтобы Бог стал перед верующими и извинился. Ребята, ну извините, пожалуйста, ну не подумал, ну дал этот завет Моисею, то есть закон. Но нет уж такого. И Иисус, если я не ошибаюсь, Ефесянам 2 глава, вроде 12 стих, он говорит, что он разрушил преграду, и он дал учение. А учение, это снова же еврейское слово Тора. И оно построено. То есть, Иисус ничего не отменял. Но если он говорил, что закон духовен, а я плотянин. Это уже проповедь Павла. И вот Бог дает Дух Святой для того, чтобы человек мог исполнить Божье Слово. Это раз. Во-вторых, чтобы человек уподобился Иисусу Христу. Уподобление. Это очень интересная тема. Почему? Потому что, вроде кажется, земной человек живет, ходит, наслаждается, но он уподобляется тому, кто его спас. Дальше благословенные. Это то, чтобы человек, в сердце которого живет Иисус, он делал его работу. Он делал его работу. И 11 Матвея 28 там написано «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня». Иго – это то, что вешали лошади на шею, запрягали и два понятия. Солнышко, я твой хозяин, и мы с тобой сейчас пойдем работать. Юра, если бы не эти люди, которые вышли проповедовать Евангелие 4 мая 84 года, между прочим, первый раз, когда я услышал Евангелие, и моя жена родились в один день. Это символически для меня. Юра, я добавлю, кроме всего тобой вышеперечисленного в работе Духа Святого, еще очень важно, мы не должны этого забывать, Он прославит меня. То есть работа Духа Святого, кроме того, чтобы работать в жизни христианина, так еще ко всему этому Он прославит меня. Юра, спасибо, что ты дополняешь это, и ты знаешь, каждый раз, вот сейчас мы говорим о Нем, мы Его прославляем, мы говорим о Нем, когда я говорю с человеком на улице о Христе, я прославляю Христа, почему? Я Его Знакомлю, Знакомлю со Христом, и Христа знакомлю с этим человеком, потому что греческое докса это познакомить, представить, это прославление, и ты знаешь, Юра, это прославление, оно очень хорошо работает в устах тех, кто стал на фундаменте Божьего Слова, кого Иисус поставил на этот фундамент, найдя в этом мире, очистив, а мы благословим и давим возможность это делать, это хорошо, и вот евангелизация в большинстве это и есть прославление, истинное прославление Христа, потому что мы знакомим людей с Богом, я знаю много церквей, которые говорят нам не надо этого, нам не надо евангелизации, нам не надо лишних проблем, извините, ребята, они может так явно не говорят, но они так поступают, и говорят так же сам, и говорят так же самое, почему? Потому что, во-первых, у них самих нету этого основания, потому что, когда они начинают размышлять, они начинают где-то уходят далеко и начинают философствовать, но если ты стоишь на фундаменте, ты знаешь, фундамент под твоими ногами, ты можешь немножко подпрыгнуть на него, он никуда не уйдет, он твердый, он твердый, он держит тебя, дальше, он выдержит твое строение, которое строится, снова же, на этом фундаменте, а фундаментом есть Иисус, мы прекрасно знаем, и это хорошо, и когда мы говорим за фундамент, фундамент всегда, то есть, здание, был еще и для того, чтобы где-то можно было рядом пристроиться, фундамент, фундамент может чуть-чуть дальше пошел, почему я это говорю, потому что, будучи в евангелизации, будучи в обучении, я видел людей, которые стремились, Юра, стремились, и были люди, которым, ну, как американцы, или Дон Кер, все равно, все равно, если завтра 100 человек умрет, 200 человек умрет, 300, ему все равно, главное, чтобы для него было хорошо, это уже не библейский фундамент, это не библейский, это собственный фундамент, который я строю, или, вернее, здание, которое строится вообще без фундамента, пока не придет разрушение, и дом упадет, и тогда, возможно, человек задаст вопрос, Господи, а почему? Почему, Юра, я это говорю? В многих случаях я увидел то, что мне говорили, что оно не надо, оно не только надо, оно держит человека на земле, оно благословит, оно открывает прекрасный образ Божий, оно открывает Христа, как посланника своего небесного Отца, оно открывает, оно открывает любовь Божью, не эмоции, а наши действия, оно все открывает, но только что надо смотреть, очень много того, что мы можем познать, тоже написано там, и знаешь, вот звонят мне мои друзья часто, и вот этот Равин Сужерода, Федор Шестаков, мы часто говорим, и мы часто говорим о том, что является фундаментом или истинным учением, и вот смотри, первое послание Тимофея дважды сказано за истинное учение, за истинное учение, и Павел в первом послании Тимофея отрывками дает понятие об истинном учении, Юра, мы сегодня, мы сегодня в большинстве, наше учение это я, мой Бог это я, то есть эгоизм, эгоизм, мы говорим людям о проблемах, мы говорим о помощи другим людям, а что я должен, мне и так хорошо, мне и так хорошо, но когда-то Павел ушел, говорится, оставил зону комфорта, он пошел проповедовать Евангелие, его ученики оставили зону комфорта, они пошли проповедовать Евангелие, и благодаря таким ученикам римская империя была покоря на христианство, а оттуда оно уже пошло немножко дальше, и это благословение, смотри дальше, обучение, прекрасно, люблю, если можно было учиться, пошел бы сейчас, но увы, надо работать, надо поддерживать семью, надо, хорошо, что дает нам обучение, вот элементарное христианское обучение, ну я дам свой пример, если меня друзья не осудят, я в 84 году покаялся и пришел в церковь, ну сначала, сначала было вроде все нормально, были и падения, было все, но пришло время, пришло время, когда я что-то начал изучать, ко мне домой пришел человек и сказал, Юра, ты знаешь, я знаю, что оно тебе не надо, но для того, чтобы у тебя была бумага, пожалуйста, хорошо, я закончил одно учебное заведение, потом меня заинтересовало, меня заинтересовало, почему, потому что каждый раз, когда ты что-то исследуешь, когда ты что-то изучаешь, тебе открывается большее, большее, интереснее, лучшее, дальше пошла семинария и тоже новые откровения, и все эти откровения, они были построены на одном фундаменте, на Христе, все, я не признаю других фундаментов, дело в том, что меня обвиняют, что я иудаист, да, я изучаю Ветхий Завет, да, он мне очень нравится, да, очень много я беру оттуда, но я его смотрю с позиции Нового Завета, я в Новом Завете, мне часто говорят, Юра, почему ты не идешь в мессианскую церковь, я говорю, скажите, что я буду делать там, меня нашла христианская церковь, и там я хочу иметь влияние, почему, я преподаватель, я не говорю, что там учитель или кто, и я стараюсь донести людям то, что написано в Священном Писании, но оно ведь не зря написано, Юра, если у нас были отцы, скажи, пожалуйста, отец это отец, правда, но отец это же не парикмахер, и не уборщик, и не дворник, почему, потому что часто таким я слышу Бога, то есть с кафедры, люди говорят, они объясняют, что Бог такой, одни говорят, что вообще Бог садист, другие говорят, что Бог сильно милосердный, да ребята, да почитайте Писание, разберитесь, говорят, Бог Ветхого Завета злой, а Бог Нового Завета хорошенький, но извините, он тот же самый, Бог Ветхого и Новых Заветов, сказано, что Он любит, дальше сказано о том, что милуют до тысячного колена любящих Его, сказано, что Он помогает, сказано, что Он твоя крепость, сказано, что Он твоя защита, сказано, что Он живая вода, что Он хлеб жизни, то есть многое сказано, ну анализируй, ну у меня вот, Юра, стоит вода, ты можешь попить ее, Да, я сейчас ее попью, потому что она немножко в горлышке пересохла. Так что дает нам вода? Мы 75% с воды. Мы с воды. И когда немножко мы обезводниемся, организм хочет. Пожалуйста, вот вода, пей. Дальше, снова же, вода – это обмен веществ. Вода – это наша сила, это наше благословение. Это, извини, когда жжет сильное солнышко, это наше спасение. Водичка простая, благословенная, хорошая, H2O. Не Пепси-кола, Диран. Не, не Пепси-кола. И не Кока-кола. И не Кока-кола, а простая водичка. Почему, когда ты заходишь в магазин, простая водичка стоит в раза два-три дороже, чем эквивалент Пепси-колы или Кока-колы? Почему? Потому что это здоровье, и это жизнь, и это огромное благословение. Многое сказано о Боге, как Он помогает. Как Он выходит навстречу, что Он делает. Друзья, все это написано там. Зачем нам сочинять, изобретать велосипед, когда у нас есть Священное Писание? Возьми, почитай. Возьми, поинтересуйся. Возьми. Было в Америке, на заре нашей эмиграции, было очень популярно служение одного американца, которое называлось «Back to the Bible». Он проводил огромные семинары. Он собирал, я был на нескольких его семинарах в Сиатле, там в большом конференц-центре, конвеншн-центре, там большой, 1015, наверное, у нас был, и зал был забит. Несмотря на то, что вход был, по-моему, 40 или 60 долларов на то время, 90-е годы. И настолько, вот, он обычно, это было одноименное его служение. Он обычно говорил с перерывами, но говорил часа 4 или 5 с перерывами. Но весь поинт его был, весь поинт его был «Back to the Bible», то есть возвращение к Библии. И все свои семинарии он начинал с «Азов», то есть основы. То есть там не было чего-то такого сложного, такого, что-то заувулированного, какого-нибудь такого таинственного. Все возвращалось к простому Евангелию. Понятно, там были более углубленные темы его. Я говорю, я к тому, что если на то время, а это было свыше 30 лет назад, Бог повел его в то служение, по-моему, он уже отошел в вечность, потому что он в годах был на то время. На то время, тогда, когда еще мы жили в обществе, более-менее еще то, которое, если делало грех, так с опаской оглядывался, оглядывалось общество, или там никто не подглядывает, чуть-чуть еще стыда было. 30 лет спустя, 30 лет спустя, я практически не слышу вот этого постулата «Back to the Bible». Я? Нету такого. Прям нету такого, Юра. Прям нету такого. То есть есть все. Есть много о деньгах или о деньгах, есть много о процветании, много о том, как быть сильной личностью, успешной личностью, счастливой личностью, но все это мимо Библии. Я согласен, Юр. Мимо Библии. Держи мысль. Все идет мимо этого слова. И я с надеждой смотрю, думаю, воздвигнет ли Бог кого-нибудь на месте, того ушедшего уже к Богу, пожилого человека, служителя, который бы действительно снова возвращал внимание и интерес общества к тому, что названо священным писанием, словом живого Бога. Пока я не вижу. Есть чуть-чуть там, есть чуть-чуть сям. Говорится о Библии. А вот и не зря этот Кеннеди, не зря этот Кеннеди, я смотрю на протяжении лет, я в Америке давно, Юра, большая часть моей жизни прожита в Америке, чем на моей родине в Украине. Я смотрю, я смотрю на влияние того человека, на либеральную ветвь общества, либеральную ветвь общества, очень большое, когда выбирали, когда выбирали кандидатов в президенты от демократической партии, каждый из них, а это все проходило, так сказать, в поле моего зрения, практически все, без исключения президенты, когда выбирали кандидаты от той партии демократической, которая уже настолько погрязла, она погрязла в болоте уже, в греховном болоте, что там уже для клейма негде и место ставить. Так вот, каждый из них без исключения, я могу поименовать, когда задавали корреспонденты вопрос при дебатах существующих, кандидата, да, какой ваш, назовите модель, модель президента, которому вы хотели бы подражать, хотели бы себя видеть. Сто процентов, Юра, сто процентов, знаешь, что я говорил? Кеннеди. А я, сидя у экрана своего телевизора или монитора, я кричал, так он-то президентом был всего полтора года. А чего? Какое достижение сделал? И они там перечисляли, как он... А я кричал, но меня не слышали. Я кричал у экрана своего телевизора. Знаешь, что я кричал? Да он был самым нечестивым. Но-но-но! Юра переплюнул его. Существующий дедушка в Белом доме, настоящего... Фрэнклин Грэм заявил, публично заявил, через массовые средства информации, всевозможные, что Байден стал самым нечестивым президентом в истории существования Америки. Это не я сказал. Это сказал Фрэнклин Грэм, сын всемирно известного Билли Грейма. Так позицию самого нечестивого до Байдена занимал. Занимал кто? Кеннеди занимал. И я, сидя у своего телеэкрана, когда мне говорили, вот модель, вот моя модель, на которую я хочу подражать. А я кричал, так он Библию убрал. Он, то, о чем ты говоришь, он основание выбил из-под копыт, выбил, выбил, выбил фундамент из-под копыт общества. Как он может быть моделью? И оно катилось, 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 пока не докатилось до этого вышедшего из ума дедушки в Белом доме, который сегодня сидит. Который окружил себя лесбиянками и садомлянами в Белом доме. И недавно заявил о том, что те, которые переделаны, переделаны уже, те, которые, это будущий цвет нашей нации. Такое заявить, что это уму непостижимо переделанные, это будущий цвет нашей нации. То есть явно, что старик, вышедший из ума. Но я с большим уважением отношусь к возрасту человека. Я с большим уважением, потому что мои родители в преклонном возрасте и тысячи тех, которые с нами сегодня встречаются. Я не говорю о возрасте. Я говорю о образе вышедшего из ума человека, который полностью все святое. Вот почему я его называю старик, сошедший или вышедший из ума. То, что он поддерживает Украину, ему плюс, большой. Ему большой плюс. Но это не ставить его на пьедестал модели, потому что мораль и мораль и духовная составляющая нашего общества, она уже ниже Плинтуса. Юра, я такую сделать и раду. Продолжай. Скажи, пожалуйста, Ной по Писанию считается праведником. Совершенно верно. И Авраам считается праведником. Совершенно верно. Но что говорят евреи? А ну-ка. Если бы Ной жил бы во времена Авраама, он бы был бы один из последних грешников. Я не знаю, на чем они строят, но видишь, позиция одного и дальше идут, как говорится, действия. Я не знаю, почему. Но они, искажаются. Все возможно. Все возможно. Но когда я покаялся, где-то мне показали одну брошюрку, там была интересная статья. Короче, девочка была моделью, ну и где-то, возможно, даже победила в конкурсе самой лучшей. И вот рак. Она умирает. И она говорит маме, мама, ты учила меня всему и танцевать, и правильно ходить. Мама, ты не научила молиться. И умирать не научила. Понимаешь, когда-то тоже мне сказали интересную статью. Женщина, которая присматривала за умирающими. И когда ее пригласили сидеть около умирающего фамилии, забыл этого философа, ну, довольно-довольно атеистически настроенный. Пару раз Бог вертал ему жизнь после молитвы священника. Но последний раз ему не дали, друзья. И вот эта женщина, которая сидела, и она сказала, что за самые большие деньги я бы не хотела видеть, как умирает речник. люди, которые знали об основании, но не стали на него. Я читаю его атеистические, не атеистические философские рассказы. Это вроде Виктор Гюго или кто. И ты знаешь, Юра, ну, я поражаюсь. Я поражаюсь, какие вещи он рассказывает. То есть глубину мыслей, ты говоришь? Да, Юра, там, извини, океан. Ну, не глубокий, но дно есть. Но этот человек отошел от Бога, отрекся от Него, ушел с фундамента. Извини, если мы понимаем фундамент, рядом трясина. И куда можно уйти с фундамента? Туда, вниз. То есть, другим словом, друзья, мы говорим об инструкции и о том, что называется мэнюэл. То есть, это мэнюэл для каждого дня нашей жизни. Это мэнюэл для утреннего, дневного, вечернего, ночного, то есть, любого, без исключения, времени суток. То есть, это то, что названо Библией. Нас упрекают в том, что у вас американская Библия, американская вера, она та же самая по благословению Священного Синода в русском переводе с приложениями. То есть, это та же самая издание, выпущенное по благословению Священного Правительствующего Синода. И поэтому мы говорим это одно, это то же самое. Хорошо, Юра. Следующее, что я бы хотел сказать еще, это фундамент семьи. Фундамент семьи. Мы знаем, что семья это Божий институт. Мы знаем, что Бог благословляет семью. Бог не благословляет мужчину и женщину, если они имеют физическую близость вне брака. Он называет это нехорошим. Да, грехом. Или прелюбодеянным. Дальше, Бог не благословляет того, что если, например, двое мужчин живут как муж и жена или две женщины как муж и жена. Дальше, Бог не благословляет, когда люди меняют пол. Это проклятие. Да. И почему, почему, и мы знаем, что в последнее время это движется. Ну, знаешь, есть такая маленькая пример, когда ты сделаешь маленькую, ну, не маленькую, вот такую снежку примерно и пустишь ее с горы. И она становится все больше, больше, больше и уже вниз несется огромный ком. Что остановить ему некому. И вот так же самое, некому было остановить вот эти все проблемы. И сегодня мы видим первое, развал института семьи. В чем это выражается? Люди живут как хотят. Они могут жить без брака, они могут жить в браке, но, извини, налево-направо ходить. Страдают то, страдают дети. А пострадавший ребенок, это в будущем, это или маленький садист или что-то наподобие этого. Почему? Потому что он теперь будет на другом человеке, с которым он будет иметь дело, он будет, как говорится, отыгрываться. И это у нас есть очень много примеров. Ты бегло прошелся. Я снова же дополню твою мысль о том, что я читал не одного, а нескольких довольно-таки широко известных в Америке духовных, зрелых таких богословов и служителей с большой буквы. Те, которые конкретно мы и сами это понимали по Священному Писанию, они подтвердили и обосновали, что те, которые переделают себя, переделают, это люди, имеющие в себе демонов. То есть они, это мысль, которая толкнула его на то, чтобы переделать в молодом возрасте, в детском возрасте, да в детском, в пожилом возрасте, они это сплошь и рядом. То есть это те демоны, которые толкнули его на это безобразие. И самый огромный показатель самоубийств это именно в этих. На втором месте в Садамлян. Огромный показатель, огромная статистика по самоубийствам на первом месте это переделанные. Если даже они не делают, так по опросам 90% из них по опросам сделали тайный опрос. говорят, нас постоянно преследуют эти мысли кончить жизнь самоубийством. Но сделали тайный, дабы они свою identity не публиковали. 90%, а это практически 100%. То есть, друзья, я почему это говорю? Потому что другого объяснения и по Писанию, и согласно наблюдений и заключений этих духовных лидеров, гигантов американских, которые конкретно, у них есть обоснование медицинское, мы это знаем, когда переделывается это все безобразие делают, и у них есть духовное обоснование о том, что эти люди конкретно только лишь изгнание бесов, которых там легион сидит, только изгнание бесов освобождает, может освободить этого человека. Но дело уже сделано. И в армии, в американской армии Пентагон делал тоже, так сказать, последние десятилетия со времен этого Клинтона, одного так же нечестивого президента, их же начали внедрять. Сначала это было скрыто, чтобы они себя не показывали, не разглашали. Но когда это пошло массово, и это легло на бюджет Пентагона, потому что операция на то время в правлении Клинтона была очень дорогая. Операция переделать, потом эти гормональные всякие, это сотни тысяч долларов. И республиканцы возопили. Говорят, слушай, почему мы положили это бремя переделанных на бюджет Пентагона? Это же миллионы долларов, не просто миллионы, это сотни миллионов долларов ежегодно. Нам вместо того, чтобы употреблять бюджет на оборону страны, мы употребляем, чтобы лечить переделанных. Так, чем это кончилось, если на то время это только начиналось? Сегодня это огромный, как ты говоришь, снежный ком. Поэтому, друзья, в таких случаях, в таких случаях увещевание, уговаривание с этими людьми или с этими детьми, это же сейчас в школах внедряют, сплошь и рядом внедряют, дают это разрешение, не просто это я одну сторону взял, а абортом. В штате Вашингтон на днях приняли закон, что ребенок, которому 13 лет, девочка, она не имеет права, она может не говорить своим родителям о том, что она делает аборт. То есть ребенок, ребенок, 12-13 лет, которая забеременела, потому что в грехе жила, и родители ничего не имеют права от нее требовать. Закон такой введен, это не законопроект, это не проект закона, это закон, и подписал этот губернатор штата Вашингтон, тоже один из нечестивых сотоварищей этого, сидит в Белом доме. Поэтому этот снежный ком, он пошел, как ты говоришь, Юра, пошел, и имеем то, что имеем. Продолжай, Юра. Хорошо, Юра, ну, снова, видишь, мы вертаемся к тому, что нам надо вернуться к Библии. Нам надо вернуться к Библии, к чистому источнику, к фундаменту Бога, который Он дал для нас. Теперь я хочу немножко отойти в сторону церкви. Церковь. Знаешь, Юра, если мир делает, ну, мне как-то это, значит, на 50%, не то, что параллельно, но я знаю, что там, это люди живут по этим законам, все. Но меня интересует церковь. Если сегодня родители говорят детям, не евангелизация, а иди в церковь, иди в церковь, примешь крещение, возьмешь хорошую девочку, а потом делаешь, что хочешь. Юра, в моем городе, я не буду называть фамилии, это несколько человек, извини, которых родители полу нечестивые направили в церковь, а потом девчата бедные стонут. Понимаешь, там и рукоприкладство, там и, извини, секс и по телевидению, и по компьютеру, там, извини, многие другие гадости. А служители не верят. А служители не верят, когда показываешь доказательства, они говорят, а что мы можем сделать? А что мы можем сделать? Описание конкретно говорит, ребята, если твоя половина в блуде, ты свободен, все, и не надо крутить какие-то схемы. На Волынске один мне брат сказал, человек свободен, я говорю, дайте ему раз... Нет, он свободен, но он должен сохранить себя так. Я говорю, дай мне, пожалуйста, ремень. Он дал ремень, я знал милицейскую удавку, я говорю, дай свои руки сюда, он дал, я ему затянул, говорю, ты свободен. Развяжи меня, ты свободен, развяжи меня, я говорю, ты свободен. Почему ты мне так говоришь? А почему ты мне это говоришь? Сакраменто мне рассказали случай. Мужик ушел, гулял, нагулялся, пришел уже не жена, не захотела иметь дело. Он пошел на братскую, заставили ее, а потом оказалось, что он не успит. Вот тебе и пожалуйста. И она пришла к службе, а что вы будете делать сейчас? Извините, ребята, Писание должно исполняться как Писание, без ваших, извините, славянских анекдотов, без ваших, говорится, человеческих преданий написано четко и ясно. Значит, исполнять. Да, есть другие вещи, есть то, что мы должны понять терминологию, потому что не всегда то, что есть написано, мы его понимаем. Вот смотри, Иисус говорит, возненавидели меня напрасно, но мы же понимаем, ненависть это такое, вот это чуть ли волосы на голове не рвешь. Нет, еврейское слово ненависть, ну, будем, как говорить, толковым словарем, это просто не захотел иметь с ним дело. Раз. Дальше, слово наказание, это греческая педагогия, это не то, что мы витамин Р и там оставляем свои росписи на маленькой попе маленького ребенка, нет. Педагогия, то есть, наказание, это педагогия. То есть, от слова педагог. Да, и в греческом там стоит педагогия, а в еврейском стоит мусар поучительное наставление. Мы многое, многое, но то, что блуд прелюбодеяние, мы это прекрасно понимаем и понимаем, что это супружеская измена. И вот я просто хочу сказать этим родителям, сейчас, возможно, некоторые меня слушают, дети не на фундаменте, которые не познакомились с Христом, которые не прошли через покаяние. Я не понимаю, как у нас в церкви сегодня в Америке делается покаяние. Вышла перед крещением, ну, я хочу покаять, извините, ребята, это не покаяние. Это не покаяние. Я понимаю, как у нас на Украине каялись люди, каялись люди, которые понимали свою жизнь, понимали, что их жизнь потерянная, понимали, что их жизнь без Бога это ничего. И они приходили и плакали, и просили, Боже, пожалуйста. Юра, но если ребенок был взращен в христианской среде... А ведет себя хуже извинения верующего? Я говорю, даже если в положительном смысле, и пришло время, девочки 17 лет, или юноши там 17-18, они же понимают, что надо замуж выйти, надо... Вот именно, что это они понимают, Юра, именно это. И больших грехов она не делала, или он не делал, и поэтому требовать от них глубокого покаяния, которого они и не понимают, потому что они грехов не делали, мы не имеем права, Юра. Дело в том, что грехи делаются, но просто мы им дали одурманивший наркотик, они святые. Они святые в каком смысле? Да, они отделенные, но пусть будут 20 отделенных девушек, мне надо одна жена, и почему-то я выбрал свою любовь Ивановну, у которой день рождения сегодня, и все, да, и поздравляю, да, и это моя жена, у меня с ней связь, все, мы, как говорится, писание, я познал ее, она познала меня, то есть мы одно в глазах Божьих, мы одно, и я хотел бы, чтобы, понимаешь, люди, которые приходят сначала, хочешь покаяться, понимаешь, не надо вот этого публичного приди к служителю, поговори, скажи, пожалуйста, объясните мне, где, я не права, я хочу глубоко покаяться, потому что впереди жизнь, впереди завет с Богом, впереди я не знаю что, возможно, мы сегодня, вот, мой друг поехал в Украину, привезли, 6 месяцев брат его был в плену, привезли в довольно страшном состоянии, мертвого, с российского плена, и порезы на теле, и поджоги, и все, то есть, а это был пацан с сильным здоровьем, я знал эту семью, это был мой друг, и вот мой друг поехал, и такая мысль, мы говорили, знаешь, человек, который воспитывался в семье, верующих, возможно, хотя бы сейчас в плену, до него дошло то, что ему нужен Бог, и возможно, вот эти вот, мы не знаем, когда будет наше время, Юра, я не знаю, ты не знаешь, люди не знают, молодой человек идет, 20 лет, все нормально, хорошо, хоп, сердечко схватило, и до свидания, и он уже в другой реальности, мы должны понимать, день нашего посещения, мы должны понимать, и мы не должны этим, как говорится, ну, злоупотреблять, злоупотреблять, или пренебрегать, и поэтому я говорю, вот таким мамам и папам, хотите, работайте над своим ребенком, хотите, просите у Бога, чтобы Бог дал им личную встречу, я, например, за своих пацанов, я прошу Господи, дай им личную встречу, потому что здесь, в Америке, два служителя, так постарались поработать с ними, что они теперь в церкви видеть не хотят, просто-напросто не хотят. Юра, ну, это даже не проблема этих служителей, я бы часть вины переложил на родителей, возможно, на тебя даже, Юра. На меня, я не спорю, я не спорю. Есть часть, есть та часть, которая вины лежит на служителях, однозначно, как на лидерах общества, они считаются лидеры общества. Я понимаю, Юра. Ну, не менее важная часть, она лежит на родителях. Я понимаю. Может, на тебе, как на отце. На отце, на мне, я понимаю, я понимаю, мы их привели в церковь. Ну да. Им там было хорошо. Они участвовали во всех служениях, во всех. И хор, и евангелизация, и музыкальная группа, все. Но когда они увидели, как издевались над ихним отцом, как его выпирали из церкви, это уже что-то сделало, они пошли в другую церковь. И там им сказали, вы сюда ничего не вложили, вам тут делать нечего. Я могу еще примеры приводить. Я говорю, ребята, поймите одно, нам придется отвечать пред Богом. Нам придется отвечать пред Богом. И если под вашими ногами нет фундамента, не машу лезть туда, откуда ты потом с треском полетишь. Я много таких видел падений. Но давай не за это, Юра. Давай то, что мы вернемся за семью. Все-таки, все-таки, да, смотри, дело в том, что если молодой человек или человек зрелого возраста, коим есть ты и я, если мы имеем если мы имеем наше основание в Библии, но никакой служитель, он не вышибет меня из седла. Он не вышибет меня из седла. И тебя. Поэтому более важно, чтобы чадо, оно нос свой держало в Библии больше, чем на христианских церковных тусовках, которых очень много. Тусовки я называю. Я понимаю, Юра, да. Да, должно быть общение, должно быть молодежь, на это все. Но очень много тусовок. А христианская тусовка, она ко Христу не приближает. Оно держит в обществе, в христианском, оно не дает выйти из поля зрения там церковного общества, оно держит в каких-то, в каких-то рамках морали, но только, только оставить человека, оставить человека в седле, который ничем не вышибешь. Это только лишь углубленное писание. Я понимаю, Юра. Я, например, своих пацанов учу одному. Нигде не написано, что иди за пастырем или за группой людей. Написано, следуй за мной. Точно. Следуй за мной. И если ты будешь следовать за Христом, ты никогда не будешь ни проблем. Как бы это ни было, как бы это ни звучало некоторым пастырям, которые нас смотрят сегодня, обидно, потому что он мнит себя, он же мнит себя Моисеем, за которым надо креститься, в которого надо креститься. Но то, что ты сказал, это золотые слова. Дело в том, что я знал еще одного парня. Вчера он принял крещение, ну, примерно. Сегодня иден Драмадан пьяный. Подходим, говорим, слушай, ну, ты вчера крещение меня заставили, ребята. Меня заставили. Не надо заставлять. Извини за выражение. Юра, если я люблю свою жену, я и предложил ей. Если я люблю Христа, я хочу идти за Ним. Ну, да. Потому что Христос это не политическая деятельность. Это, извини, в большинстве нерелигиозная деятельность. Христос это Христос. Это Личность. Личность, да. И мы идем за Ним. И то, что Он говорит, мы то стараемся делать. Почему? Я сегодня говорил с одним человеком. Ну, дело в том, что разговор и шел за поддержку наших волонтеров в Украине. Надо было искать. И этот человек рассказывает мне неприятные вести. Я не хочу сегодня по телевидению это говорить. но неприятные вести по отношению с ребят, которые там. Не хочу. И я сказал, когда-то, когда я увидел, я ни с каким фондом, ни с какой миссией я не сотрудничаю. Если мне надо помочь, я иду напрямую. Потому что я знаю, что моя помощь попадет туда, куда надо. И поэтому это очень важно, чтобы наш фундамент, наш фундамент был на своем месте. Хорошо. Смотрю я недавно одного мусульманского мулу. У меня дядя главный Муласи Азани был. Так что это в моей родне. И он говорит правила Корана. И снова, многие люди, которые сегодня с маленькой мусульманской страны воюют против Украины, они просто-напросто стали нарушителями Корана. А как это связано с нашей темой сегодня? То же самое основание. Потому что нас смотрят и эти люди. То есть ты хочешь сказать, что они нарушают свой Коран? Они нарушили его. Они нарушили его. Дело в том, что в Синайском монастыре есть рукопись Мухаммеда. Но Мухаммед сам не писал. Я понимаю. Амар писал. Нет, я не говорю за Коран. А, окей. Я говорю именно за его письмо. Понятно. В котором он повелевает мусульманам уважать христиан. И в Коране есть такие понятия, что если человек хочет жить с тобой мирно, язычник, живи с ним мирно. Но там параллельно написано в одной из сур убей иноверца. Там не написано убей иноверца, а там чуть-чуть по-другому. А ну-ка. Там сказано, если иноверец принял ислам, и потом отошел от него, вот тогда с этим человеком разбираться. Разбираться это смерти ему. Юра, у нас осталось две минуты с половиной. Две минуты. Хорошо, друзья. Вы знаете, мое желание одно. Дорогие наши благословенные друзья, давайте вертаться и становиться на тот фундамент, который Бог дал нам и которым есть наш Господь и пастор Иисус Христос. Потому что, друзья, никакие общества, ничто вас не спасет. Вас спасет только Иисус Христос, когда вы, говорится, с Ним в завете и когда вы следуете за Ним. И это огромное благословение. Пусть этот фундамент держит, говорится, ваш дом, ваше строение. И это строение будет благословенным. Будьте благословенны. Никоим образом мы не умоляем влияние, значение, и авторитет поместной церкви. Поместная церковь это то, что также Писание конкретно говорит о влиянии поместной церкви, наше местоположение в этой церкви. Но те практически некоторые штрихи, о чем мы говорили сегодня, они достойны того, чтобы об этом говорить. И поэтому, Юра, спасибо тебе. Если тема интересна, друзья, мы будем продолжать. Напишите в ваших комментариях или в ваших имейлах, если эта тема, она, ну, она, так сказать, вызвала интерес со стороны зрителей, мы можем продолжать эту тему, Юра. это, я называю, практическая часть христианства. Практическая часть христианства. Примеры, приведенные нами. Потом методы, которые ведут к тому, чтобы все-таки возвратиться к Писанию. Поэтому, Юра, еще раз спасибо. Хорошо. А также жену поздравляем с днем рождения. Будьте благословены. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. И всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»